Продолжение следует... 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 эти проекты вот мы создаем от аудио атмосферу для этих же перечисленных таких же проектов и мы еще производим инструменты для бартендеров барта в честь интересного инструмента исторического украинского очень такого культурного про который я расскажу позже вот кто такой артем и дальше спасибо огромное с чего все начиналось сегодняшние на сегодняшней лекции мы конечно же окунемся больше в логер хэд и внутреннюю организацию рабочего пространства бара логер хэд именно в технологию но так как тема семинара корни в двух словах о наших ну скажем о наших корнях об истоках я также появился не но не просто так заниматься технологическим проектированием я бармен с 1998 года как я говорил вот это мой творческий путь начинался точно как и ваш большинство из вас тех которые здесь сидит за за барной стойкой мы точно такие же бармены как вы с такими же с такими же проблемами с таким же движением такими же не знаю там плохими переучетами по сигаретам и не наверное есть до сих пор один из членов команды запуска планет z и выпускник планете за 98 года мой 99 года мой номер мой номер 20 мой номер 27 была такая команда запуска с которой вот таким и мы точно такие же как вы это один из проектов в городе минска белоруссии да вот мы были в 2004 год но это запрещеночка не снимаем вот некоторых из этих барменов вы наверное знаем шляпу да мы не снимаем шляпы до до зельда бар да то есть некоторые из этих барменов с которыми мы начинали и стартовали то есть не до сих пор работают за барными стойками мое глубокое уважение и почтение это андрей ковалев алхимик васечка зельда бар наверно знаете васечку или нет и ковалева да это приятно это легендарная личность и мне приятно что я когда-то с ними начинал также стоял за стойками на самом-то деле культуре о чем я хотел сколько стоит станции на самом-то деле культуре культуре но это я участвовал в ну как бы можно сказать один из тех людей которые участвовали из рождения я помню 90 98 год свой год работы барменом я помню впервые первые крошители для льда ручные тут наверное тоже есть люди которые их помнят но не просто сейчас уже гораздо много других тогда он был всего-навсего один один у нас и ручной набор первую барную ложку которую мы думали что это средства для приготовления слоистых коктейлей оказалось что это мадлер чуть чуть попозже а когда к нам пришла скаплили с вилкой мы вообще держали в руках и не понимали что с этим делать вообще зачем тут вилка вообще странно как-то вот то есть это все потихоньку потихоньку входило с 95 6 7 года это входило в нашу жизнь в барную жизнь украины и то что вы имеете на сегодняшний момент на самом-то деле этому периоду времени то есть не так уж и много всего-навсего 20 лет нас или там 22 23 года нас отделяет от того времени до тех оборудованных баров до этих бабочек до этих миксологов и для всего остального нельзя сказать что не было миксологии чтобы вы понимали на команду запуска 2001-2002 года у нас в коктейльных картах у нас был манхэттен у нас был мартине драй у нас была растинейл наверное растинейл это один из тех коктейлей которые еще плюс-минус понимали а запуская запуская бары мы достаточно много запускали ездили по украине не только запуская бали в запорожье днепропетровске или в киеве наши гости еще не понимали этих кусок сейчас благодаря вам и тогда немножко благодаря нам то есть мы прививали потихоньку не след он не следу историю не следу культуру развивали ее и сейчас если уже гости приходят за бар и заказать им манхэттен либо мартине драй то есть это уже ну не вызывает какого-то удивления раньше мы брали эти книги и бешны и бей учебники готовили по ним все пробыли думать какие-то странные вообще коктейли как они их пьют да то есть раньше компотики и все но но мы двигали то есть двигали как и киев как и киев благодаря там и сергею кадацкому конечно же с галиной лысюк появились первые станции я конечно больше меня знают как человека по оборудованию вы понимали первая станция появилась в украине в девяносто восьмом году сергей кадацкий и галина лысюк отучившись в центре в итальянской итало-американской школе планет ван чувствуете немножко схожесть за планет ван итало-американская школа отучились и привезли в украину и сделали вообще-то первую станцию до 99 год это был страйк и потом дежавю это было очень интересно мы чуть чуть попозже и посмотрим также развивалась не только киеве регионы я уверен что здесь есть ребята с регионов харьков василий погорелов наверное да знаете такого человека с тех времен днепропетровск грешков саша одесса буга андрей то есть это люди которые на тот момент они ну так же принимали участие некоторые из них принимают участие сейчас поэтому если тема этого барометра корни и мы хотим помнить их то это не только европа и не только мир коктейльный да на самом-то деле эти корни и есть нас в украине и эти люди есть до сегодняшнего дня многие из них работают и поэтому наши корни здесь тоже есть низкий вам поклон если вы и здесь и если эти ребята сегодня не с нами они несли это они несли это в жизнь массы и несут сейчас стёпа сколько стоит станция этот вопрос не задают уже порядка 15 15 лет примерно где-то вызывает уже у меня где-то примерно такое такое чувство но что такое станция мы сейчас более детально разберем станции нашего нашего коктейль бара loggerhead но на самом-то деле если мы говорим о станции то есть станция это один из модулей которым укомплектовывается укомплектовывается рабочее пространство барменов да мы знаем что кроме барной станции у нас еще есть там кофе база фрэ станция низкотемпературный либо холодильник леска либо низкотемпературный чиллер для бокалов как логере средней температурной холодильнике и так далее то есть это один из модулей и сказать его стоимость то есть нужно как мы определяем стоимость барной станции то есть Это механизм, который наполняется тем или иными элементами, исходя из формата вашего заведения. Если вы будете ночной клуб, это будет одна организация станции. Если это будет коктейль-бар, это другая. Если этот бар находится в стрипе, это будет, возможно, третья. Потому что, ну, это уже если углубляться именно в технологию. То есть ее внутреннее наполнение, вот эта внутренность барной станции, перегородки, наличие ринзера, не ринзера, перфорации, встроенные в мойку, рядом стоящие, горка для бутылок, одна рельса или двумя. То есть, ну, это все влияет на ее внутреннее наполнение и, соответственно, на стоимость. К слову, первая станция Mixology, да, мы все уже слышим станция Mixology. Есть, слышим такое или нет? Слышим, станция, вот есть, просто станция и станция Mixology. Вы видите, слышите где-то по барам или нет, не очень? Просто пока, просто пока слышим. Ну, приходите в логер, посмотрите. Мы приглашаем в логер, потому что я, как бы, имею к нему непосредственное отношение. Но те ребята, которые находятся сейчас, ну, работают в Киеве или сейчас, ну, сейчас находятся все в гостях в нашем городе, посмотрите, пожалуйста, за рабочие места барменов, обращайте на них внимание. Вы, ну, многие увидите, то есть, станции Mixology. Это станции с доской, которая ездит, с сбросом мелких отходов, сбросом крупных отходов, ринзерами. Ринзер может быть как в мойке, так и в рабочей поверхности, в меняющейся направлении для примиксов. Мы уже давно ушли, ну, практически давно ушли от второй навесной рельсы. То есть, для этого мы используем рядом стоящую горку для бутылок. Ну, наверное, тоже вы, скорее всего, что это видели. Такой первый прототип станции появился в 2013 году. Благодаря нашему изучению с моим компаньоном Владимиром Борисовым, многих сайтов и Пинтереста, и не Пинтереста, просто ездили там, общались, смотрели, погуглили. И с Ириной Машихиной в его кафе была сделана первая станция Mixology, причем я ее назвал Mixology, не знал, как ее назвать. Я думаю, ну, как назвать. То есть, она больше связана как бы с миксологией, назову ее станция Mixology. Вот так ее еще уже называют. Ирина можно было назвать. Ирина можно было назвать, да. Тогда следующая, первая станция в Украине, в которой появился уже Ринзер, и доска, которая ездила, это был The Bar 2014 год. Ну, и после этого, конечно, они уже начали более веселее реализовываться и с нашей помощью, и с помощью наших коллег, которым тоже это понравилось, и тоже они сейчас это делают. Полина написала непонятное слово, я не могу понять, что она... Я говорю, что это такое? Она говорит, это сленг, они поймут. Вы понимаете? Есть, вы понимаете? Ну, это сленг, ну, что такое станция? Ну, если мы говорим о станции, вы помните станции? Поднимите руки, кто помнит, хорошо так запакованные станции, да? Отлично. Даже Артем помнит. У меня Родбул в той же стороне и стоял. Это пятница 6 вечера. Это станция, мы порылись по фотографии, мне Паша Гогатько, который там был на фотке, он сбросил мне, сбросил мне именно отсканированные фотографии. Это станция образца 2003-2004 года. Все помнят эти соки, все помнят, ну, кто из ребят, да, постарше, помнят литровые бутылки с лимонным соком, помним эти батареи Red Bull'а, энергетического напитка. Не будем, да, рекламировать, хотя почему бы и нет, он иногда нам помогал выстоять ночь. И заполненные две рельсы бутылками. Ну, вот такая она есть, ничего не сделаешь, мы прошли этот этап, все меняется. Меняется сам подход к организации вот этого места, о котором я говорил, внутреннего наполнения, потому что меняются коктейли, меняются их составляющие. У нас появляются лаборатории, это отдельная история. У нас появляются, мы сейчас очень топим за барные цеха. То есть я уже разделяю цех для бара, заготовительный цех для бара, да, и лабораторию. То есть я уже на примере логера уже могу сказать, что да, действительно, это есть и это нужно делать. То есть мы сейчас топим за барный цех, то есть это наша как бы миссия уже около там двух лет. То есть барным цехом быть. Я хочу, чтобы у каждого из вас это было не просто хорошо оборудованное рабочее место, а каждое из вас еще было место, где вы доготавливаете для своего бара продукцию, а не делает это все на баре во всем происходящем. Вы понимаете, наверное, о чем я говорю. Сегодня мы говорим, конечно же, о логер-хеде. В первую очередь, что для нас важно и что принципиально. Если мы говорим о логер-хеде, организация рабочего места – это второе. Первое, на чем мы обращаем внимание и отличаясь от просто производителей изделий из пищевой нержавеющей стали, будто для бара или не для бара, то есть для нас важна сама технология. В первую очередь, это локальное размещение барной стойки. Я думаю, в зале есть люди, которые работают за теми барами, которые мы проектировали и производили. Если нам дают возможность, а на этом мы очень сильно наставим, поработать до момента определения ее локально с дизайнерами, собственниками и так далее. То есть мы, изучив меню, изучив концепцию и формат места, то есть мы определяем сами локальное размещение барной стойки. Также и было в логер-хеде. Когда меня пригласили в этот проект, меня пригласили как технолога и производителя, но спустившись туда, я увидел локальное размещение барной стойки не такое, как видел человек, который меня пригласил, глубоко уважаемый мной ресторатор. Это Влад Максимов, это наш третий партнер. Я не знаю, есть он или нет, но я хотел бы поаплодировать. Это человек, с которым логер состоялся. Тема говорит, что это все он, но на самом деле на строя. Я увидел другое расположение барной стойки. У нас даже был с ним небольшой конфликт. Я сказал, что я… С Темой? Да. Я ушел, да? Или с Владом? Конфликт с кем? А, ну не конфликт у меня был, но небольшой такой разговор, где мы разошлись даже. Я сказал, нет, я вижу именно ее в этом месте, настолько, что я готов быть партнером. И он задумывался, что да, то есть если уже люди настолько настаивают, чтобы готовы участвовать в партнерских, значит это нужно, значит это важно. И, ну, конечно же, нас слушают не только в этом месте, а и в многих других. Итак, локальное размещение. Это первое, на что мы обращаем внимание. Второе, это статическое оборудование и внутреннее наполнение. Указка есть здесь, нет, нету, да, или есть? Ага. Статическое, да, есть. И внутреннее наполнение. Сейчас это фото, да, это фото, я думаю, первых дней работы логерхеда. Это буквально, буквально первые, первые дни, даже не помню, когда мы его делали. Я просто вижу еще по организации, даже по расстановке, по расстановке бутылок. Начиналось все с технологической расстановки. Это бар островного, даже не островного типа. Я его называю остров с примыканием, да, то есть он не полностью остров, то есть он примыкает, в нашем случае он примыкает к колонии. Организован двумя рабочими местами бармена. Одно рабочее место, это место, которое работает сервисом. И второе рабочее место, место, которое работает на гостей. Вы, кстати, были в логерхеде? Поднимите руку, кто был в логерхеде. Спасибо огромное, Тёма, это прекрасно. Если вы на сегодня все придете. У нас вообще по логерхеду очень интересная история. За вчерашний день, впервые за всю историю логерхеда, за 3,5 года у нас пропали 3 меню. Они, наверное, где-то здесь. Если они, я говорю так, если они помогут барной культуре развиваться, на здоровье. Если даже не помогут, то обратитесь к Артёму, я думаю, он не зажмёшь, не зажмёшь, сбросишь в электронном виде. Ну, чтобы мы не тратились на меню. Без проблем, конечно. Вау, всё, поймали на слове. С калькуляциями? Я уже понял, что сейчас, от того времени, когда мы начинали, сейчас просто калькуляций мало. То есть это раньше можно было обойтись. Сейчас к этому ещё необходимо достаточно много и знаний, и опыта, и соответствующих, многих факторов. Тоже, я думаю, знаете, понимаете, о чём я говорю. Итак, два рабочих места. Рабочее место, которое работает с сервисами, второе место, которое работает с гостями. На тот момент мы предполагали, что вот эта зона, то есть это будет третье рабочее место, которое будет работать четверг, пятницу, субботу. Это такая некая тумба в угловом элементе, моечная ванна. Здесь отсек для льда, доска и там вспомогательные какие-то ёмкости для бутылок. Наивно считали мы, что мы этим всем обойдёмся. Холодильный стол с угловым элементом. Мы пока делаем, пока уже на протяжении больше трёх лет делаем эти холодильные столы с угловыми агрегатами. Мы не теряем это пространство, то есть оно рабочее. То есть видите, у меня там, в данном случае два угла, они оба заняты. Здесь мойка, здесь угловой агрегат. Дальше глазфростер, который мы посмотрели, что… А, нет, мы узнали, что он будет в паровозе, а не что они уже купили. И решили, что он нам тоже вообще срочно нужен. Нет, мы решили, что мы хотим впервые его повесить, чем в паровозе. Хотя он у них у нас был. Но вы уже знаете историю с глазфростерами, да? Или нет, нет, не знаете. Ну это, то есть, ну как бы сама тема, то есть само приспособление, сам девайс, и как бы он интересный. Но, то есть это больше для охлаждения винной посуды, наверное, чем, ну не наверное, а точно, чем коктейльной. Во-первых, ну толщина зависит, зависит сама форма бокала, да, если мы охлаждаем флюте или коктейльные рюмки. Ну тем более, то есть аутфэшн же им вообще, ну практически охладить невозможно. То есть и его экономическая целесообразность, она, ну достаточно сомнительна. Ну три с половиной года назад мы, ну считали, что это одно из фишек. И конечно же, его здесь предусмотрели, но мы даже не нырнули. Тема, кстати, полка тут и когда-то была, она появилась спустя три года. Я его только заметил. Ну так там шкаф сейчас висит. Ну я понял, да, да. Ну да. Это как и стул в женском туалете. Согласен. Итак, да, два рабочих места. Но о чем я, есть две аксонометрии, да, вы, наверное, ну помните, видели, знаю. На самом-то деле о чем я хочу сказать, обращаю ваше внимание, что рабочие места бармена, ну в том числе, да, и барные станции. То есть почему я останавливался на первые образца там 2003, 2004, 2005 года. И если мы говорим о тех рабочих местах бара и барных станциях, которые есть сейчас, они меняются и ничего страшного нету в том, что мы их, ну как бы, что мы их меняем и подстраиваемся под задачи, которые появляются у нас уже по ходу работы нашего заведения. Проработав здесь полтора года за такими рабочими местами, Артем Скопенко нас как-то аккуратно у нас с Владом готовил и сказал, что ребята, это все хорошо, но нам нужно двигаться, ну Влад открыл дверь и ушел только что, это все хорошо, но нам еще нужно там разгрузиться на какую-то сотню и поменять рабочие места, то есть поменять барные станции, несмотря на то, что я как бы их сам же и произвожу, ну понятное дело, что это как бы другой бизнес, нам их нужно приобрести там и так далее. То есть это легло на основные как бы расходы. Мы с Владом там может быть не сразу на это решились, но мы пошли на предложение Артема и сейчас это, сейчас по истечении полтора года мы поняли, что да, что они меняются и ничего страшного в этом нету, если вы захотите проводить ребрендинг или какую-то реорганизацию своих рабочих мест, ну я ничего плохого в этом не вижу, даже если это, ну всего-навсего там происходит. Даже если я приду еще раз. Обсудим. Вот, итак, поэтому мы их, мы в любом случае следуя тенденциям, следуя тенденциям, ну они меняются, если мы говорим конкретно о станциях, поэтому не бойтесь не менять, не бойтесь, мы не боимся их совершенствовать, говорит, что да, действительно, что то, что было там год-два назад, вот появился какая-то новая штука, какой-то новый девайс, и это не просто старая, она уже как бы плохая, да, то есть или она не рабочая, нет, она рабочая, но мы можем совершенствоваться, и сейчас мы поговорим, как раз Артем немножко расскажет о тех станциях, которые, ну, которые мы реорганизовали. То есть теперь это, ну ты продолжишь. Я уже улетел в твоих воображениях, да. Это уже обновленный вид барной станции, с которой мы провели редизайн, то есть изначально в станции была мойка с левой стороны, и остальная вся правая часть, в которой загружались ингредиенты, украшения и примиксы была справа. Но почему мы сделали вообще редизайн? То есть мы готовили эргономично, в баре просчитывали посадочных мест, что у нас ожидалось где-то будет 60, плюс загруженность всего бара, ну, порядка там где-то там 20 человек больше. Да, мы хотели сделать бар, в котором бы каждый гость ощущал прямо пропорциональное гостеприимство от каждого члена персонала, от каждого участника команды, для того, чтобы максимально его вовлечь вообще в нашу идею, потому что мы понимали, что она сложная, как бы вообще слово логер-хэт, которое мы утверждали, наверное, несколько раз после переводов и понимания… Месяц два мы его утверждали, мы вообще его не принимали. Его значение, столкование болван, то когда мы сидели втроем, мы его утверждали, и я пришел с переводчиком, тогда просто в Google переводчик ввел это слово, мы такие сидим, и Влад сидит и говорит, и что мы бар назовем болван? А этот логер-хэт как бы толкует с перевода, как болван, тупая голова. Это сленговая, да? Да, это сленг, как бы мы это не употребляем, в принципе, в Америке тоже это слово не используется, как тупая голова. Это единственный род черепахи, такая особь, ну и в принципе инструмент. Еще у него второе название Red Hot Poker и третье Flip Dog. Так вот, мы тогда не понимали, что такое количество людей, гостей будет ходить к нам в бар и хотели сделать, хотели создать что-то новое, то, чего не было еще в Киеве и там, возможно, может даже и за пределами и Киева, и страны. Вот, в принципе, мы сделали, но начали принимать мы гостей намного больше, чем ожидали. Поэтому мы пришли к такому пониманию, что та станция, на которой, там вообще не станция, а оборудование, на котором мы работали, оно просто не соответствует нашим объемам. И вот таким образом мы и пришли к редизайну. Конечно же, я очень хотел воспроизвести все идеи, которые появлялись в ходе работы, потому что сразу придумать, эргономично продумать всю работу бара можно, но это очень сложно. Скорее всего, тогда еще у меня не было как бы много опыта, и я не мог предусмотреть то количество людей, которые бы к нам приходило бы и тщательно, основательно подойти к организации эргономики бара. Вот, но, к счастью, один из партнеров нашего бара, Степан Сусман, который их по 30 штампует в месяц, иногда даже забывает, в которые бары приходят, где он делает оборудование. Откуда у тебя такая цифра вообще? Я сам тебе передумаю. А сколько в месяц? Я не знаю. В месяц средний мы отгружаем, если взять годовой, мы отгружаем около… А, нет, извини, извини, ведете вы параллельно 30 проектов, да? Да, да, да. Всегда у нас находится в работе около 30 проектов, в месяц где-то примерно… Откуда я это взял? Оттуда, когда ты позвонил, он мне как-то звонит Степан и говорит, блин, Тёма, у меня произошло горе. Я говорю, что случилось? Я, говорит, у меня полетел жесткий диск. Вы представляете, 30 объектов, которые ведутся параллельно с общением всеми заказчиками, с проектированием. Ну, короче, это можно сказать, да. Ну, мы отошли… Да, спасибо. Да, это было круто. За успех! Да, вернемся к эргономике, к конструктиву. Вот, переделав наше оборудование, то есть мы переделали… Сейчас, можно я одну секунду? На самом-то деле станции, я прошу прощения, на самом-то деле станции, которые были до этого у нас, то есть они никуда не пропали. Ну, вот они, давай вернемся, да. Да, эти две станции сейчас работают на Буковеле у Сергея Девенчука, я не знаю, есть он это или нет. По-моему, я видел, да. Я ему сказал, да, он был здесь, где-то, наверное, Луку Циналия, у него уже есть станции, чтобы ему служить. На самом-то деле, да, я говорю, Сергей, а, он говорит, есть в наличии, я говорю, чувак, есть две намоленные. Есть две намоленные станции. Натертые. Да, натертые. Полированные, но уже не такие зеркальные, как были у нас. Да, поэтому они работают, они справляются со своими задачами, то есть они работают, ну, по сезону, они находятся в двух барах, которые работают, ну, уже именно в сезон, в сезон катал. Так вот, здесь мы видим, здесь мы видим эту мойку с левой стороны, с правой стороны остальные все отсеки для оборудования, цитрусов для, а как тут лазер включается? Середина. Ой, я переключил, да, или нет? Да, 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 в другую сторону. Может, посмотрим там ваши фотки? Давай, давай, поехали. Вот. Да, что ж такое? Вот, дальше идет база для грязной посуды с кассетами и отсек для примиксов. Тогда мы уже понимали, что, как бы, мы хотим совершенствоваться в скорости отдачи напитков, и мы предусмотрели отсек для примиксов уже изначально. Все мы, как бы, когда мы работали в предыдущих барах, у нас не было оборудовано такого места, и мы, как бы, все вставляли в станцию в перемешку с чистым алкоголем. Эргономично мы продумали, как бы, вот такой отсек, который помогал нам работать, но его, как бы, оказалось тоже недостаточно. Давай дальше. Вот, затем, ну, как бы, по нюансам это расширительные ванны для инструментов, которые помогают увеличить скорость и эргономичность. Такие всякие инновационные штуки, как клеймо для льда, которое монтируется в спилстоп, которые продуманы специально, чтобы они подходили только к спилстопам Степана Сусмана. Маркетинг, аллый ход. Не, шучу, мы делаем универсальные. Да не шутит он, мы заморочились. Вот, ринзеры, которые ускоряют работу, считаю, что должны быть в каждом баре досточки скоростные, которые отодвигаются, и можно все это помещать очень быстро, ускоряя работу. Вот, в целом, как бы, появилась станция уже на два человека, которая позволяла отдавать, соответственно, в два раза больше напитков. Благодаря тому, что, как бы, мои партнеры пошли на эти дополнительные траты, которые были, как бы, немаленькие. Для того, чтобы запустить бар, сколько примерно процентов от общих инвестиций вообще оборудования бара? Ты не считал никуда? Нет, я не считал. Ну, наверное, процентов 5, да? Да нет, больше, наверное. Ну, не знаю, я сейчас не знаю. Вот, поэтому нам нужно было снова опять инвестировать эти же деньги. Что мы еще потом сделали в лабораторию раз и в лабораторию два. Вот, но мы все прекрасно понимаем, чтобы заработать, нужно вложить. И лучше вложить немножко больше и забрать прибыль тоже немножко позже, чем не довложить и не забрать ее вообще. Ну, вообще, не видеть. Поехали дальше. Да. Вот, дальше вторая барная станция, которая точно так же расклонировалась и стала двойной. Изначально была мойка с этой стороны. С правой стороны был отсек с айсбином для льда и справа был рукомойник. И мы планировали, что на выходные у нас будет вставать третий бармен с плитовой, который будет помогать отбивать пиковую нагрузку двум барменам. Вообще планировалось, что будут работать всего два бармена. И третий бармен, который будет отдавать и помогать этим двоим. Мы поняли, что мы как бы с этим объемом тоже не справляемся, поэтому и эту часть мы тоже обновили. И, по-моему, она была обновлена позже, да, после… Не-не, вместе. Одновременно, да? Вот. Это второй был шаг. Третий шаг эргономичный, потому что мы сегодня про эргономику и хотелось бы как бы донести более обширно, подробно наш ход эволюции и понимание того, что эргономика, она никогда не останавливается. Мы постоянно в логер-хеде придумываем какие-то новые идеи для того, чтобы увеличить скорость отдачи, либо оптимизировать меню. И это происходит практически, наверное, даже чуть ли не каждую неделю. Вот. Этажерка для украшений. Самое… считаю, что самое офигенное вообще решение, которое может ускорить работу чуть ли не в два раза. Реально чуть ли не в два раза. Состоит из четырех этажей, в которые вкладываются гильзы. Мы их тоже произвели самостоятельно. Производятся они очень просто, в которые мы помещаем наши сыпучие украшения, которые позволяют украсить коктейль двумя движениями, тремя. То есть мы берем стакан, помещаем туда либо щипцы, либо ложку, украшаем и отдаем. То есть все украшения продуманы эргономично так, чтобы они отдавались за три… Если тут Паша сидит, он помнит правила трех движений. Вот. Считаю, что это одно из самых-самых крутых наших таких инновационных решений, которые помогают нам ускорять работу, отдачу напитков. Что не можно было заметить вчера, потому что коктейль не ждали по 40 минут. Дальше гильзы, которые сплитовые, вспомогательные, помимо этих, которые содержат в себе чипсы, потому что это самое-самое-самое популярное украшение для коктейлей. Там листья лайма и еще некоторые вещи. Тоже эти штуки монтированы в станцию, очень-очень сильно ускоряют работу. Ну, это как бы в двух словах так по эргономике. Все напитки у нас на примиксах. Это уже смешанные коктейли из трех, четырех, пяти, шести компонентах крепких, которые позволяют ускорить работу. Ну, это в принципе ничего нового, как бы мы все про примиксы знаем. Расширительные ванны точно такие же для инструментов для пик, клеем, с трейнеров, ложек, шейкеров и дополнительно там украшения вишня. И на две стороны два ринзера. Хотели сначала вмонтировать барную в спилстоп, но не хватило там места. Вот. Это точно такая же этажерка, которая работает на два человека, на бармена, который стоит с левой стороны и с правой. Они пользуются ей вдвоем, то есть она общая. Содержит точно такие же украшения, как и на сервис-зоне. Получается, раньше, учитывая то, что площадь нашего бара очень маленькая, поэтому мы всегда ищем способы, как где придумать какую-то емкость, какое-то отделение, где мы разместим еще много всяких маленьких украшений, которые тоже увеличат нашу скорость. Миксер, которым мы пользуемся для приготовления коктейля драйшейком. То есть мы не делаем драйшейк, потому что это очень удлиняет вообще процесс приготовления, который ограничивает от дополнительного мытья шейкера и еще одного как бы движения. Вот. В принципе, все. Выдвижные ящики с отсеками, которые позволяют эргономично распределить, опять же, безалкогольные примиксы, фрукты, емкости для соусов, специй, пены, которые мы выгружаем на время работы и загружаем туда софты, напитки, там тоники, содовые. Вот. Идем дальше. Внизу это отделение с высотой, в которой помещается высокая бутылка с соками и пюре точно так же. И в холодильнике вермуты и игристые вина. Вот. Как бы вот в двух словах про нашу организацию, нашего бара в логгер-хеде. Дальше. Чем мы пользуемся? Инструменты. Хотелось бы рассказать про наше инновационное создание инструментов. Это новый бренд. Называется он Барта. Это производство инструментов для бартендеров, пока мы создали линейку по работе со льдом. Все произведены инструменты в Украине. Слоган наш звучит, как нет смысла тратить жизнь на барные инструменты, которые не приносят удовольствия. Мы действительно вкладываем огромную любовь в создание и придумывание идей, которые наделены каждым инструментом, который качественно и инновационно отличается от аналогов во всем мире, про которые я расскажу по следующим инструментам. Это айсболл, выполненный из анодированного алюминия. Его еще называют аэрокосмичным. Для того, чтобы сделать его максимально теплопроводимым, потому что мы все знаем структуру айсмолдов, когда помещается куб льда и под собственным давлением и обменом температуры он обчесывает выфрезерованную деталь, то ли бриллиант, то ли шарик, то ли куб. Поэтому он выполнен из аэрокосмичного, именно алюминия. Это направляющая из нержавеющей стали, потому что они более крепкие, чем анодированный алюминий, который увеличивает скорость его скольжения, что увеличивает скорость вообще произведения этого бриллианта. И огранка бриллианта выполнена в его оригинальной форме. То есть если вспомнить бриллиант, его оригинальную форму, то это его увеличенная формула. Вот. Это клеймо для льда из теплопроводимой латуни с рельефом 4 мм, что позволяет оставлять на глыбе льда как можно дольше клеймо и логотип заведения либо какого-то бренда. Если мы вспомним аналоги, ну не буду перечислять какие, потому что это неэтично, то именно длина рельефа очень зависит прямо пропорционально на то, насколько долго он будет оставаться на льдине. Многие производители на этом экономят. Мы решили не экономить, сделать немножко дороже сам инструмент, но зато сделать его максимально качественным. Навершие, которое позволяет защищать рукоятку от сколов, если мы вспомним пики для льда, которые постоянно царапаются и потом теряют свой внешний вид. Все мы понимаем, что бармены это эстеты, и они любят, чтобы все вещи были в целости и сохранности, поэтому мы решили немножко увеличить конструктив самого инструмента, но благодаря этому его защитить. Это клеймо для сургуча мы используем. Его фрезеровка, если вы обратите внимание, идет во внутреннюю сторону, для льда, во внешнюю, для того, чтобы отпечатывать клеймо на льдине, на глыбе. И это наш самый любимый инструмент, в который мы вложили два года своих опытов бессонных ночей и так далее. Это Pico с инновационной технологией двойного обчесывания. Она запатентирована. В чем ее преимущество и в чем ее основное отличие от аналогов? Это… Тут уже какая-то не лекция, а реклама реально пошла. Да, бонка, которая дает возможность защитить бармена от прокола при использовании в руку. Такое как бы часто происходит у новичков, которые неумело еще умеют использовать инструменты, но иногда как бы так получается. Но все как бы учатся. Вот. Каст, который является именно этой запатентированной технологией. Если обратить внимание, то здесь мы видим радиусную платформу, которая является… которая дает возможность дочесывать вторым ходом льдину, которая увеличивает скорость вообще ее использования практически в два раза. Первый ход идет… производится шипами, иглами. Второй доходит уже радиусная платформа из каста, которая тоже является протектором для того, чтобы себе не повредить руку при использовании. Вот. И наша авторская посуда – чашка, коктейльная чашка из фарфора с приклеенной хрустальной ножкой Либи. У нас коллаборация с этим брендом. Где-то Настя тут сидит. Вот. С произведенным собственным рисунком. Мы заказываем его в Китае. Вот. И производим здесь уже все в Украине. Производить все очень сложно. Безумно сложно. Безумно много мы вкладываем сил и энергии. Но мы живем этой страстью как бы создания таких штук и именно как бы в нашей стране. Потому что мы хотим, очень хотим показать в принципе и заявить, что мы можем идти в ногу со временем с зарубежными производителями или специалистами, так как и владельцами баров и владельцами таких брендов, инструментов и посуды и так далее. Почему у нас получается? Хотелось бы… Да, это вот кстати, эта картинка олицетворяет то, как мы вообще инвестируем сколько сил в этот проект. Это действительно происходит очень сложно. И наш внутренний такой концепт, этот корпоративный слоган – это «This is Barth». Вот. Но хотелось бы еще рассказать, чтобы эта лекция как бы выглядела не только каким-то таким промоушен форматом. Почему все это живет? Почему мы реализуем эти проекты? Я очень преследую подход к ведению какого-либо бизнеса, который дает возможность вовлекать каждого участника этого бренда. Каждый партнер, каждый участник нашей компании является партнером, прибыль которого зависит прямо пропорционально от доходности всех продуктов. Очень часто мы там думаем о том, что как бы я могу сделать все сам. На самом деле и реализация всех проектов, если вы помните первую презентационную страницу, там их было 4, наверняка некоторые из вас задумываются, как это все как бы можно одновременно успеть. Можно успеть, когда каждый участник этого бренда вовлекается с максимальной вовлеченностью и понимает, что от его инвестиций зависит успех, от которого зависит прямо пропорционально его доход. Поэтому вот как бы это такой маленький секрет, который вы можете использовать. Если вы видите в своем партнере преимущество в том, что его инвестиция может качественно улучшить и сделать более успешным проект, его нужно вовлечь максимально с головой и отдать ему как бы часть акций, в которые он будет вкладывать лично как себя, в свой личностный рост, личностный бренд, а не работать на кого-то. Партнерами Барта являются Максим Рябец, это концепт-менеджер логгер-хеда одновременно, и Иван Рак, партнер бара логгер-хеда. То есть мы одновременно занимаемся реализацией и созданием как бы большого количества идей за одно время и убиваем как бы двоих зайцев. Вот этим как бы хотелось бы поделиться и надеюсь, что как бы эти советы как-то улучшат вообще подход и формирование отношения к определенному алгоритму реализации какой-либо вашей идеи. Наверняка у каждого есть какая-то своя маленькая идея, маленькая мечта, которую он хотел бы когда-то реализовать, но он может где-то боялся, где-то не понимал как, но тут как бы один совет, просто нужно брать и делать. То, что действительно прет, то, чего ты получаешь огромное количество удовольствия, нужно даже не думать и не бояться. Вот. На этом у нас все, да, со Степаном? А может быть и не… Вы кто-то готовил вопрос или нет, ребята? Да. Есть вопросы по логгер-хеду, по оборудованию логгер-хеда или по оборудованию… В принципе, это было как бы вступление и… Станция, станция. Станция. Хорошо, я скажу, такую, как вы видели, ну начнем так, начнем с эпицентра от 12 тысяч гривен и до 45. То есть это стоимость одного рабочего места, то есть они разные, дальше зависит от наполнения. Ребята, но это еще не все на самом деле. На самом деле это еще не конец. Я вам говорил, что барные, рабочие места барменов, они претерпевают свое изменение. Да, то есть есть возможность того, что они будут меняться. И на самом-то деле у нас сейчас, так как мы уже… Мы уже одно изменение было по рабочим местам, сейчас это вторая часть организации рабочих местов, Но сейчас есть такая уже некая коллаборация Барты и компании за баром. И сейчас мы совместно с Артемом разрабатываем новую барную станцию. Это такой будет тизерок вам на сегодняшнем мероприятии. Это будет новая барная станция. Это будет не только новая для Украины, а то есть мы надеемся и для всего мира. То есть нашими даже уже этими наработками мы уже консультируемся и советуемся с нашими коллегами за рубежа. И не исключено такое, что мы с нашими барными станциями новыми войдем не только в бары Украины, а и бары всего мира. Вот, поэтому, скорее всего, Влад Максимов, прости, я не хотел тебе это говорить, но, наверное, будет третье изменение барных станций. Вот, поэтому все течет, все меняется. Он уже ушел. Не бойтесь, да, не бойтесь этих изменений, потому что наши рабочие места – это тоже живой организм, который следует за теми тенденциями, которые появляются на сегодняшний момент. Все то, о чем мы говорили и Барта, и компания за баром, и, конечно же, большую часть внимания мы уделили Loggerhead. Это не просто железо или не просто инвентарь. Loggerhead – это команда. Я огромное спасибо хочу сказать команде, своему компаньону Артему Скопенко и компаньону Владу Максиму, о которых мы говорили. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы нас внимательно слушали. Спасибо. 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 Спасибо.